Решение вопроса с обманутыми дольщиками в микрорайоне Лазурный вышло на новый этап. Главный плюс – дом все же достроят. Главный минус – примерный срок передачи квартир – ноябрь 2023 года. Для инициирования банкротства, не справившиеся со своими обязанностями компании, подготовлены документы для подачи в Федеральный фонд обманутых дольщиков. Ориентировочно мы просчитали 197, ну мы грубо говоря считаем 200 миллионов, в завершение, стоимость завершения данного объекта с вводом в эксплуатацию. Значит, с точки зрения активов, освободились квартиры, да, действительно, объем, сумма по этим квартирам порядка 120 миллионов, и у нас получается люфт порядка 80 миллионов. Опять же, анализ квартир, которые сегодня проданы и вообще как бы находятся в залоге, ну, довольно-таки странное впечатление вызывает. Почему? Потому что основная масса долевиков в этом доме – это юридические лица. То есть, фактически, квартирами этого дома рассчитывались за выполнение тех или иных работ, причем не по данному жилому дому. В настоящий момент будет направлено ходатайство в арбитражный суд о признании застройщика банкротом. Далее, введение процедуры конкурсного производства – это порядка трех месяцев. Затем, составление реестра требований участников долевого строительства – не менее семи месяцев. Для включения в реестр необходимо предоставить чеки об оплате квартиры. Далее, составление реестра кредиторов и оценка прав на незавершенное строительство. После этого все документы публично правая компания изучит на своей комиссии и примет решение о цельсообразности завершения строительства этого дома. И будет принято решение или через выплату компенсации, или через достройку этого дома. Ну, скорее всего, у дома все-таки степень готовности высокая, будет принято решение на достройку. Но после принятия решения на достройку, лица, которые не могут ждать, уже не хотят достраиваться, они могут в публичную правую компанию обратиться за получение компенсации денежной. Такой вариант тоже рассматривается. И по плану строители должны зайти на объект в начале 2022 года. Самое длительное сегодня – это даже не построить дом, а именно… Пройти судебную? Да, да, да. То есть юридическую составляющую пройти. Собравшиеся дольщики интересовались заморозкой ипотечных выплат. Этот вопрос решается напрямую с банками, а также выплатами неустойки за просроченные сроки сдачи объекта. Фонд обманутых дольщиков освобождается от данной процедуры. Его основная задача – завершение строительства и передача жилого объекта. Мы будем и дальше следить за ситуацией в микрорайоне Лазурный. Руслан Иванов, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.